Здравствуйте, дорогие друзья! Новый мир, новый мир. Книга Бемидбар продолжается с черта мира, а новая духовность в мире. Духовность уже... Тора вообще инструкция. И теперь вот мы получили новую инструкцию на этот кусок жизни. Что касается дня мира, мы, надеюсь все знают, мы продолжаем считать. Дни эти такие считались полутраурными. Кстати, есть и не только потому, что умерли ученики Раби Акивы, а вот есть даже такое мнение, оно есть в Мишне, что Раби Акива считал, что люди после смерти в Гейноме максимум могут находиться 12 месяцев, а Раби Иханан бен Нури считал, что 50 дней именно между Пейсахом и Шавуотом, это дни, которые очищаются души наверху в аду. Поэтому и связано это с тем, что соблюдают травмы. Ну это к тому, чтобы мы серьезнее относились к этим дням. Теперь книги Бемидбар. Книга Ваекра описывала законы Торы для такой стационарной жизни, но цель жизни написана по Торе, чтобы получив ее угрозена и дальше идти в мир, распространять ее, изменять мир, выполнять свою миссию. Двигаться. И это движение, это вообще важнейший компонент миссии человека. Человек сидящий или лежащий, он не способен к изменениям. Поэтому надо двигаться. А движение, оно естественно порождает проблемы, сложности, какие-то кризисы. И вот книга Бемидбар это инструкция и вообще это Тора, если сказать, дороги. Тора, предназначенная для разных сложных ситуаций. И вот духовный период Бемидбар это время работы уже. Уже независимо от того, какие планы мы строили, что там мы думали, как получится. Теперь все. Теперь время кусочек работы, чтобы закрепить ее в духовном, физическом мире. Есть четыре семестра в году, там кто учится. Все это четвертый семестр. Дворим это уже повторение перед экзаменами. Сейчас время работы, особенно в духовных мирах. И то, что мы можем изменить в себе, то, что мы можем вот все, теперь это уже время делать, потому что потом экзамен. Это означает, что каждый должен что-то заниматься. Первое, то, что может, и второе, в правильном направлении. Кто-то может помочь материально тем, кто изучает Тору, кто-то может учить Тору, но кто-то, но обязательно что-то надо делать. Уже не время строить воздушные замки в этом году. Надо что-то для этого года сделать, реальное, чтобы не вышло, знаете, как во время войны, была война тогда, много лет назад, война России с Турцией. И военный министр России обижал города, там собирал деньги для армии. И вот в одном селе он зашел и там жертвуете там. И вот один встает такой, говорит, 100 рублей жертвую для армии. А знают все пьянчуга, там, ну, не знаю, как, такая сумма огромная. Вот я объясню. Меня на той неделе приговорили к штрафу в 1 рубль, а так бы у меня его не было, сказали неделю отсидеть в тюрьме. Теперь я отсижу 100 недель и пусть это зачтется для армии. То есть, как бы, мудрецы сказали, что если ты не начинаешь работу или работаешь не в том направлении, в каком надо, ты ведешь себя, как вот этот глупый крестьянин, не поможешь ни себе, ни наверху. Мы вступаем в пустыню, да. В пустыню, что надо помнить в этой пустыне, что в любом событии, которое произойдет вот у нас теперь, когда мы уже идем по этому миру, во всем надо запомнить проявляется воля Бога. Мудрецы сказали, что приняв это, мы как бы соединяем свою волю с его, и для этого все становится совершенно иначе, надо только поменять мышление. Написано, если так настраиваться, у человека меняются абсолютно эмоции, ему становится легче смириться с реальностью, которая происходит со своими всякими неоправданными, обманутыми ожиданиями, потому он знает, что вот так, как пожелал Бог, так это и происходит сегодня, и вот такая будет у меня дорога. То есть, человек должен взять с собой оптимизм, потому что он выполняет миссию великую, он делает, как Бог сказал. И второе, ему надо настроиться правильно. Настроиться правильно на то, что уже, еще раз говорю, время всяких размышлений, время всяких строительств плана закончилось, теперь время реализации. Вот это вот надо посмотреть, поэтому начинается эта недельная глава со счета, надо посчитать, какой у нас баланс этого года, с чем мы собираемся идти вперед. И вот посчитав это все, надо сказать себе, теперь уже время действия. И вот сейчас, действительно, такое время. Брахава Ацлаха, чтобы это действие принесло пользу и нам, и людям, и чтобы, конечно, мы хотим, чтобы в дороге было меньше проблем, несмотря на любые миссии. Вот, чтобы меньше было проблем в этой дороге, больше улыбок. Брахава Ацлаха. 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 Брахава Ацлаха.